Итак, еще раз здравствуйте всем. Спасибо, что присоединились к нам и нашли это время. Наш вебинар называется «Как работать в толпе и не пострадать». Мы разберем психосоциальные аспекты, а также первую помощь. Организатор вебинара «Пресс-клуб Беларуси» наш спикер сегодня Дмитрий Рачковский, специалист Белорусского Красного Креста, Витебско-областная организация, тренер по первой помощи и психосоциальной поддержке. Я сразу уже скажу, что по образованию, у меня биологическое образование, я не психолог. И, собственно говоря, я буду всячески стараться избегать, в том числе и по этой причине, разного рода терминов, каких-то сложных формулировок. Будет буквально несколько определений, которые необходимы для понятия всего этого процесса. Не более. Зачем нам знать механизмы толпы? Ну, прежде всего, давайте мы разберемся, что есть массовые мероприятия, есть различные формирования, представленные большим количеством людей, ну, например, военные формирования. Являются ли они толпой, не являются. Все это необходимо понимать. Ну и поэтому мы первая формулировка, наверное, самая сложная, обещаю вам, больше сложнее вряд ли будет. Вот это, собственно говоря, что такое толпа определения. Это социально неорганизованное множество людей, связанных между собой общей направленностью сознания на один и тот же объект с сходным эмоциональным состоянием, которое распространяется по принципу психического заражения. Вот это самая сложная формулировка, но в ней три части. Первая часть, что выделяет, собственно говоря, толпу и отличает ее от каких-то формирований организованных со структурой и иерархии, это действительно социально неорганизованная множество людей. Они эмоционально связаны между собой, у них схожее эмоциональное состояние, и вот, собственно, все передается от одного человека к другому через психическое заражение. Есть такое определение. Есть более старое определение, что толпа – это беструктурное скопление людей, лишенных ясной осознаваемой общности, взаимно связанных с хостом, эмоциональным состоянием и общим объектом внимания. В принципе, это тот же текст, только по-другому. Вообще, в основе изучения толпы, поведения толпы, лежит, ну, такой основоположник социальной психологии Гюстав Лебон. Вот, собственно говоря, именно им впервые в книге, которая к нам пришла, как «Психология народов и масс» под таким переводом, были выдвинуты определения толпы, изучались механизмы, собственно говоря, как происходит формирование толпы, функционирование и так далее. И он же тогда выделил вот этих три основных принципа, парадигмы, которые до сих пор используют социологи, психологи в изучении психологии толпы. Ну, в принципе, тут является буквально в этом слайде вся суть, что такое все-таки толпа. Итак, в психике человека, попавшего в толпу, происходят изменения. Вот первый постулат такой – и психика отдельного человека, не тождественна психике человека в толпе. То есть каждый человек обладает своим уникальным набором различных качеств, черт. Но когда он оказывается в толпе и поддается ее заражению, он как бы эти качества все теряет, и это уже совершенно другой человек. Второй важный такой тезис, что толпа сама по себе образует единое целое, обладающее рядом специфических свойств. То есть можно рассматривать толпу как единый живой организм. Ну и третий такой важный постулат, что единственным источником влияния на толпу оказывается вожак, ну, сейчас принято говорить лидер, но об этом мы чуть подробнее поговорим дальше. По сути, что мы видим в этих формулировках, которые были, собственно говоря, выделены уже много лет назад, и в принципе они не очень претерпели изменения, что действительно человек, оказываясь в толпе, он обезличивается. Он обезличивается и становится совершенно другим человеком. Ну, остановимся на этом чуть-чуть позже. Сейчас мы поговорим с вами про виды толпы. На самом деле существует огромное количество различных классификаций в зависимости от механизмов возникновения, наличия или отсутствия лидера. Во времени, продолжительности функционирования толпы. В общем, от огромного количества качеств в зависимости. Ну, вот основные сейчас все-таки наиболее распространенные. Я очень коротко познакомлю вас. Ну, понятно, что толпа может быть ведомая и стихийная. Ведомая – это когда существует наличие лидера. Ну, и стихийная – когда, соответственно, таких лидеров не существует. Как разновидно стихийная, есть оказиональная толпа. Ну, примером… Давайте я буду сразу приводить примеры, чтобы было проще. Это, например, когда зеваки собираются на месте, например, автомобильной аварии, происшествия какого-то. Это пример оказиональной толпы. Самая такая распространенная, основной вид – это конвенциональная толпа. Она образуется, ну, на основе интереса к какому-либо заранее объявленному, запланированному событию, мероприятию, зрелищу, например, социальному поводу. Ну, каким примером может являться, например, парад на 9 мая. Вот это пример конвенциональной толпы. Экспрессивная толпа, она как раз-таки, ну, выходит, продолжением является конвенциональной, и в ней совместно выражается отношение к событию в толпе людям. Это может быть и радость, возмущение, протест. Ну, вот примером такого вида толпы экспрессивной являются, ну, различного рода гражданские или политические митинги. Экстатическая толпа, ну, это крайняя форма вот экспрессивной толпы, и она характеризуется каким-то общим экстазом на основе взаимного ритмически нарастающего вот этого возбуждения, заражения. Это примером ярким могут являться различные религиозные ритуалы, это рок-концерты и так далее. Ну, и все виды толпы еще могут делиться на статичные и действующие. Нам, конечно, интересно в плане работы по нашей безопасности такой вид толпы, как действующие. И тут можно выделить такие подвиды. Это агрессивная, паническая, истяжательская. Я приведу примеры агрессивные, это может быть примером такой толпы, например, известные события после футбольного матча между сборными там России и Японии в Москве, когда фанаты, болельщики начали крушить все на своем пути. Вот такой пример действующей агрессивной толпы. Паническая, на эту тему мы посмотрим видеоролик небольшой, буквально скоро познакомимся с этим видом. Ну и истяжательская, это такой вид толпы, когда люди не удовлетворены какими-то, например, государственными органами власти, и они начинают устраивать такие длительные какие-то провокационные действия. Ну, например, скупают огромное количество продуктов, вот как на этой фотографии в магазинах, создают там очереди, создают там давку. Или когда какой-то банк, как примером может являться, обманул большое количество вкладчиков, огромное количество людей находится у этого банка, они дежурят там и создают такого вида тоже толпу. Я думаю, что мы будем ограничиваться, не все виды подробно разбирать все-таки, а те, которые более нам интересны. Видите, вот всех последних событий. Ну и давайте поговорим о механизмах формирования развития толпы. Я тоже специально упростил этот слайд, мы не будем, на самом деле, там гораздо больше фаз. Ну, нам надо понимать, что если возникает какого-либо толпа, возникает по нарастающему взаимонаправленному эмоциональному заражению, чему способствуют слухи и недостоверная информация. Нам будет проще это на примере рассмотреть. И вот сейчас мы этот пример с вами посмотрим. Это буквально ролик «Три минуты» о событиях, произошедших в 2010 году в Нидерландах, в Амстердаме, когда во время минуты молчания в память о жертвах Второй мировой войны, ну, произошли вот такие вот события. Ролик около трех минут. А где эти события происходят? Это происходит в Амстердаме, как я сказал, в Голландии в 2010 году, когда была минута молчания, и один из людей в толпе выкрикнул. По одним сведениям бомба, по другим просто во время минуты молчания какой-то громкий выкрик совершил. И огромное количество людей, там было несколько тысяч участников этого санкционированного мероприятия, этого Дня памяти, они, услышав это, отдались панике, страху, и мгновенно начали напирать на впереди стоящих, бежать куда-то от этого места, где раздался сильный крик. Началось много других криков, началась паника, неразбериха. Люди получали травмы вследствие вот того, что они вот крушили эти металлические ограждения. Да, все это длилось, буквально мы это можем видеть, три минуты. Все это событие длилось три минуты. При этом довольно большое количество людей, несколько десятков, получили различного рода травмы. Участником мероприятия было и королева Нидерландов. Ну, я уже выключу этот ролик. В принципе, понятно, в чем суть. Ну, все заключается в том, что в толпе действительно есть эпицентр, есть, ну, в данном случае это был зачинщик, который умышлен или неумышлен, а тут даже, собственно говоря, неважно в данной ситуации, запускает такой триггер, сигнал, после чего начинается паника. И она заражается вот от эпицентра, очень четко это было на видео видно, и к периферии. И, соответственно, слава богу, ситуация эта не получила развития, быстро было все, эти настроения, слава богу, прекратились. Но, тем не менее, мы можем видеть, как даже в ситуации, где люди эмоционально не заряжены, где как бы, ну, нет каких-то даже, казалось бы, предпосылок, они поддаются панике, и из организованного такого формирования превращаются в толпу, которая в бегстве, в панике совершает вот действия, которые потом, ну, им трудно самим объяснить. Что я хотел показать через этот ролик? Что на самом деле, действительно, человек, находясь в толпе, он, собственно говоря, у него появляются вот такие вот характеристики. Первое – это анонимность. Анонимность, давайте вначале перечислю, а потом подробно поговорим про каждую, потому что на самом деле они важны. Инстинктивность, бессознательность, состояние гипнотического транса не всегда, состояние единения, ощущение неодолимой сиры, силы, заражаемость, социальная деградация, что очень важно, и безответственность. На самом деле, вот безответственность – это то, что появляется вследствие вот этого обезличивания, вследствие анонимности. Человек, находясь в толпе, он, ну, не ощущает себя как личность, он ощущает себя как часть вот этого единого целого организма. И он переносит свою ответственность на действия или самой толпы, или, что тоже нередко бывает, на действия лидеров толпы. Особенно если лидер в толпе при этом говорит, что он берет всю ответственность на себя за данные события, призывает к чему-то. Соответственно, человек, он чувствует, что он не несет никакой ответственности. И вот это вот обезличивание, анонимность, вот это чувство силы из-за огромного количества людей вокруг, безликость – все это порождает безответственность. И, ну, собственно говоря, если мы подробно бы разбирали то, как специальные органы борются вот с такими ситуациями, мы бы проговорили про то, что они, мы не будем подробно этого касаться, это как бы и не моя тема, и не очень-то нам и надо. Ну, чтобы просто проиллюстрировать это, я скажу, что делают в таких ситуациях специализированные органы. Они, основная их задача, чтобы человек не был обезличен. Это фото-видеосъемка, то есть человек должен понимать, что он все равно понесет ответственность за вот эти действия. Это применяется такой прием выкрикивания наиболее распространенных в этой местности имен, фамилий. Причем, ну, люди, когда их выкрикивают, эти спецслужбы, они не знают конкретно, не видят этого Иванова Василия Петровича. Они просто знают, что человек услышит и подумает, что, возможно, они кого-то узнали, сейчас узнают и меня. То есть, ну, делаются все мероприятия на то, чтобы не было вот этого анонимности и обезличивания. Второе, что мы увидели в этом видео и о чем тоже хотелось бы поговорить, в принципе, это заражение. Это стремление подражать большинству, групповое давление. Кто-то побежал, кто-то закричал, второй человек бежит и кричит. Ну, как у нас принято в быту там называть стадный инстинкт, я, конечно, бы воздержался от этого. Хотя, если честно, это довольно близко к правде, хотя бы потому, что, находясь в толпе, в человеке начинают преобладать как раз-таки все древние, бессознательные, то есть участки мозга, которые отвечают за бессознательное. Вот это животное прошлое не дает нам покоя. И как раз-таки в толпе, почему часто проявления агрессии? Они, в принципе, свойственны человеку. Но так как человек – это существо социальное, любой социум – это какие-то выстроены барьеры, запреты, нормы. В толпе многие из этих норм нарушаются, и, соответственно, все то темное, что есть в человеке, это агрессия, это животные, эти инстинкты, они проявляются в полной красе на самом деле. Поэтому очень важно все-таки, чтобы человек сохранил свое, об этом будем, кстати, позже говорить, свою личность, а не обезличился. Ну и, естественно, третья характеристика такая яркая толпы – это то, что она легко внушаемая, ей довольно легко манипулировать. То есть, ну вот из всего этого большого списка, если немного так укрупнить, я бы выделил три основные вещи. Это анонимность обезличивания, вторая – это заражение, стремительное заражение, вот это групповое давление. И третья – это легко внушаемость, то, что легко манипулировать этими людьми. Ну, кстати, социальная деградация тоже немаловажна. Есть такое высказывание, я не помню, вставил его в презентацию или нет, что в толпе, даже если там находятся умнейшие интеллигентные люди, ну, общий уровень толпы всегда будет соответствовать уровню самому, скажем так, необразованному человеку, находящемуся в толпе. Ну, так устроен этот механизм, тоже об этом еще поговорим. Ну, естественно, ближе уже к нашей теме, обстановка массовой истерии служит фоном, на котором развертываются нередко самые трагические события. Очень часто они, ну, как мы знаем, развертываются на очень таком, на пустом месте, грубо говоря. Мы, к сожалению, была недавно, сравнительно недавно годовщина событий на Немиге, и там тоже это яркий пример, когда мы даже не будем говорить там про организацию мероприятия, про то, что что-то не предусмотрели, а будем говорить про то, что тут эти механизмы, к сожалению, в полной красе себя продемонстрировали. Когда люди действительно, понимая, что наносят ущерб жизни и здоровью других людей, они все равно повиновались своим вот этим вот первобытным инстинктам и куда-то бежали, поддавшись панике и так далее. Паника – это одна из угроз во время массовых мероприятий. Собственно, с этого мы и начнем. Паника – это состояние интенсивного страха перед реальной или даже предполагаемой угрозой, что тоже немаловажно. Паника является сильной стрессовой реакцией организма на часто неожиданные и пугающие ситуации и идет вместе с совокупностью разнообразных симптомов. Ну, в принципе, можно было бы эту симптоматику тоже поднять, но, честно говоря, там в основном такие вещи уже узкопсихологические, там все, что касается процессов личностных. То есть, я думаю, мы в такие дебри не будем забираться. Но при этом, при известных обстоятельствах, могут ограничиваться базовые человеческие навыки. Ну, зачастую то, о чем мы говорили, действительно, когда человек находится в состоянии паники, его мыслительные процессы, все, что связано с рациональным принятием решения, все это как бы работает крайне плохо и нестабильно. Ну, что такое еще такая формулировка паники? Это эмоциональное состояние, проявляющееся в импульсивных действиях. Все мы знаем, что такое паника, не будем подробно об этом говорить. Ну, а причины возникновения и развития паники. Итак, это страх, ужас, усиливаемый нередко конкретным состоянием людей, ясность их неготовностью к неожиданностям, внезапным опасностям, отсутствием критичности при оценке конкретных ситуаций. Это внезапность, появление угрозы для жизни, здоровья и безопасности. Внезапность – это тоже довольно важный фактор. Вот если это видео мы сейчас вспомним, то действительно это об этом говорит. Это длительные переживания, опасения, накопления тревоги, неопределенности ситуации, предполагаемые опасности, невзгоды. Ну, вот преломляйте на нынешнюю ситуацию и смотрите, что, в принципе, это тот риск, который вполне может быть вероятен. Это психологическая неподготовленность людей к чрезвычайным ситуациям. А она, естественно, есть, потому что на массовых мероприятиях принимают участие простые люди. Это не специалисты, это не профессионалы, это обычные люди. Естественно, у них такой подготовки просто-напросто не может быть, если мы не берем в расчет специализированные органы, у которых как раз-таки такая подготовка должна быть. Почему мы так подробно об этом говорим? Очень важным этапом подготовки для обеспечения собственной безопасности при работе на массовых мероприятиях является понимание не только механизмов, но и рисков, конкретных рисков. И мы должны понимать, что если мы работаем на массовом мероприятии, то вполне вероятно, что все эти механизмы, они, собственно говоря, сработают и на нас. И только наша подготовленность, наши знания, наши, ну, те какие-то шажки, о которых я скажу дальше, они помогут нам постараться минимизировать вообще весь этот ущерб, который возможен для нашей жизни, здоровья и безопасности в целом. Ну, это то, о чем я говорил. Не скажу, что нам это сильно необходимо, я поэтому буквально один слайд оставил. Но действительно, для контроля поведения толпы, это то, что используют специализированные органы, это же какие основные средства. Это пробудить осознание индивидами толпы своих действий. То есть возвратить им утраченное чувство самоконтроля и ответственности за поведение. То есть бороться с вот этим обезличиванием и предотвратить образование толпы или расформировать уже образовавшуюся толпу. Ну, то есть это разделение на потоки, не только за счет каких-то там турникетов, силовых методов, за счет отвлечения внимания в разные точки, например. Ну, тут на самом деле много механизмов. Но главное разбить панику, ой, панику, извините, толпу на различные небольшие группы, с которыми, конечно, гораздо проще работать, которые гораздо менее поддаются вот этому вот психическому заражению. Средства контроля за поведением толпы. Переориентирование внимания индивидов, составляющих толпу, внимания людей в толпе, оказывается распределенным между несколькими объектами. Сразу же образуется отдельная группа. Ну, в принципе, об этом я чуть выше сказал. Объявление по громкоговорителю о том, что скрытыми камерами осуществляется видеосъемка участников толпы. Даже не обязательно осуществлять это фото-видеосъемку, а можно просто это декларировать. Обращение к участникам толпы с названием конкретных фамилий, имен, отчественных, более распространенных в данной местности. Тоже об этом я уже говорил. Ну, применение мер по захвату и изоляции лидеров толпы. Да, этот важный момент упустили. Действительно, многие виды толпы, как мы знаем, они имеют вожаков, лидеров и, естественно, специализированные органы. Что делают? Они стараются этих лидеров вычленить и, естественно, удалить. Толпа воспринимает только приказы и обещания. Итак, на самом деле, давайте подытожим вот эту небольшую теоретическую часть, и чтобы быть более практичным. Прежде всего, действительно, человек в толпе теряет свои личные качества. Даже самые интеллигентные, миролюбивые люди, поддаваясь вот этому заражению, поддаваясь обезличиванию, за счет того, что, ну, так устроена наша психика, вот эта вот древняя кора действительно возбуждается в эти моменты, запускаются эти наши инстинкты, которые в основном, конечно, это агрессия. И, соответственно, эти люди уже становятся совершенно другими людьми, а вся толпа становится каким-то единым общим организмом с абсолютно некритичным, легкоуправляемым, управляемым не в смысле, манипулируемым, правильно так сказать. И все это проходит по принципу заражения, стремления подражать большинству. Итак, ну, давайте пойдем дальше. В принципе, я хочу уже в скорости закончить про психологию толпы, то, что так назовем этот блок, и все-таки перейти к практическим вещам. Ну, то, о чем, да, я говорил. Средняя доза ума, отпущенная на толпу, составляет количество ума самого малообразованного индивида в ней. Поэтому, естественно, толпа предпочитает простые и ясные индивиды. Люди в толпе обладают повышенной восприимчивостью к внушению, следует обращаться к инстинктам людей. Ну, каких три основных инстинкта мы знаем? Это, да, инстинкт сохранения жизни и здоровья, это инстинкт продолжения рода, ну, и инстинкт доминирования. Три основополагающих инстинкта. Например, инстинкт выживания и самосохранения, в частности, агрессии по отношению к чужакам и стремления к материальным благам. Продолжение рода – это, в частности, потребность заботы о потомстве. Как это можно использовать, эту информацию? Доминирование – это, в частности, стремление к лидерству. Ну, например, чтобы обратиться к инстинктам людей, действительно, можно апеллировать, что они сейчас рискуют не только своей жизнью, а, например, они в ответе за своих родных и близких, за своих детей. То есть, ну, такого рода вещи, как пример, могут сработать. Толпами стремиться к полной правде и отличаются легковерием. Люди, находясь в толпе, безответственны и агрессивны. Ну, на самом деле, да, об этом мы много уже говорили. Толпа склонна подчиняться лидерам, случайным или запрограммированным. И в сознании толпы, вот это интересная мысль, только вдумайте, что в сознании толпы доминирует не стремление к свободе, а потребность подчинения. Я бы хотел, чтобы сейчас были вопросы, потому что это будет, собственно, этот блок будет посвящен актуализации непосредственно вашей работы, как там журналистов, блогеров, профессионалов, которые вынуждены, должны находиться в толпе. Важным этапом является этап подготовки. И первое на этом этапе, я считаю, это нужно понять, насколько мы готовы, насколько у нас есть план, насколько мы готовы чем-то жертвовать или до чего мы можем дойти, вот работая там. И поэтому я хотел бы, чтобы вы ответили на такие вопросы. Есть ли у вас личный опыт нахождения, участия, работы в толпе? Каковы ваши опасения? Понимаете ли вы риски? Именно практически. Понимаете ли вы риски? Не абстрактно, да, риск, безусловно, есть, я это понимаю. Понимаете ли вы конкретные риски, какие существуют при работе на массовых мероприятиях? Как вы считаете, есть ли угроза вашей жизни и здоровью во время работы в толпе? Где грань, за которую вы не готовы переходить? Знаете ли вы, кому необходимо обращаться за помощью, а кому нет смысла? Я бы еще добавил, и в какие моменты нет смысла обращаться за помощью? Есть ли у вас заранее разработанный план действий на случай непредвиденных ситуаций? Весь вот этот вот пол вопросов. Если бы сейчас поступили какие-то вопросы, я был бы, ну, очень даже рад сразу же на них ответить. Они бы помогли нам двигаться дальше. Нет никаких, Наталья, вопросов пока? Нет, пока вопросов нет. Единственный был вопрос чуть раньше, можно ли считать толпой людей, которые стоят, группу людей, которые стоят на вокзале, но это, конечно, не совсем сюда. А давайте разберемся, на самом деле, что толпа, а что, и вот есть такая, все-таки я несколько раз уже употреблял эту формулировку, формирование людей. Что является формированием людей, а что является, собственно говоря, толпой. В чем отличие? И вот основное и главное отличие, основополагающее, что формирование людей – это там, где есть четкая иерархия, где есть лидер. В толпе тоже есть лидеры, но нет иерархии на самом деле. То есть, ну, ярким примером может являться, например, какой-то рабочий коллектив или еще более яркий пример – это военное подразделение. Там есть четкая иерархия, там выполняются приказы, люди принимали устав, то есть там есть вот эти вот социальные нормы, которые четко выстроены, и там абсолютно действуют другие механизмы, совсем не те, которые свойственны толпе. Поэтому отличие как раз-таки в том, что толпа – все-таки это люди социально несвязанные, пускай они эмоционально вовлеклись, исходя из одной и той же цели, но, тем не менее, социально – это разрозненный такой коллектив. Каким последствиям для себя коллег, своих близких вы готовы? Это все те вопросы, которые я бы был рад. Да, возможно, сейчас никто ничего не напишет, но это те вопросы, которые должен задать каждый сам себе перед тем заранее, перед тем, как он будет осуществлять такого рода деятельность. Вполне возможно, что сейчас люди, которые находятся на вебинаре, они имеют огромный опыт работы там на массовых мероприятиях, и такие вопросы для них, может, и не актуальны, но на самом деле это то, о чем нужно периодически думать, вспоминать их и для себя решить, потому что все-таки есть такие ситуации, когда, например, когда я советовался готовить к вебинару с психологом, как не поддаться влиянию толпы? Ну, сразу ответ на поверхность, я думаю, каждый из вас тоже в голову пришел такой, это не быть, не находиться в толпе. Но тут-то и заключается весь парадокс ситуации, что профессиональный долг заставляет людей в вашей профессии зачастую находиться не просто в толпе, а в самом эпицентре, и вот как не поддаться. Тут только профессиональная подготовка, обучение, и вот как раз-таки этому способствует, почему так много, в принципе, времени было выдано на это, этому способствует как раз-таки вот это вот понимание механизмов функционирования толпы и понимание того, что это может коснуться абсолютно любого из нас, и как бы мы ни были образованы, интеллигентны, все-таки мы не застрахованы от этого. Но гораздо риск становится меньше, если мы механизмы этим понимаем, знаем, это прямо не гарантирует нам какую-то безопасность вот от этого влияния, но, тем не менее, это способствует этому однозначно. Мне очень понравилось, и я видел, что у вас на сайте была информация, как журналистам работать во время массовых волнений, инструкция по безопасности. Я тоже ее подробно почитал. В принципе, очень много было знакомо, потому что, ну, мы тоже обучаемся работе на массовых мероприятиях, но есть своя специфика, безусловно, у журналистов. Это же больше касается профессиональной такой, наверное, этики, так бы я сказал. Но, тем не менее, очень много общего, и поэтому я, конечно, эту информацию дублировать не буду, но при этом несколько вещей я бы оттуда хотел разобрать. Вот, собственно, я выписал все темы, которые в данном материале были. Он разделен. Подготовка для сохранного поведения в толпе тут разделена на четыре больших блока. Это подготовка, это владение ситуацией осведомленности, что тоже, в принципе, можно отнести к подготовке. Это поведение на месте, то есть оперативное реагирование, то, что у нас называется, и возвращение на базу. В принципе, все логично. Так устроены действительно многие операции, когда есть подготовка, есть сама операция, есть потом вот это вот пост, после операции действия. Ну, я тут выделил цветом то, о чем бы хотел поговорить сейчас. Не затрагивая, не дублируя информацию, с которой вы уже и так знакомы. Прежде всего, действительно, одной из важных потребностей психосоциальной у человека это является потребность информации. Поэтому как раз-таки коммуникация, способы коммуникации, способы коммуникации на случай, если не работают привычные каналы, это тот план, который действительно необходимо предусмотреть. Дело в том, что, ну, нельзя это недооценить, хотя, я думаю, как раз-таки здесь вот те люди, которые отлично понимают, что это такое, и всю эту важность тут актуализировать не нужно. На самом деле коммуникация – это основа безопасности, потому что, если мы дальше будем говорить про ту же первую помощь, надо понимать, что она начинается с чего? Ты оцениваешь, безопасно ли для тебя это, и вызываешь скорую помощь или вызываешь медика. Это тоже коммуникация, но не буду забегать вперед. Хотел бы спросить, может быть, кто-то напишет очень быстро, есть ли у вас план перед работой на больших массовых мероприятиях с потенциальными рисками, с рисками паники, с рисками провокаций, с другими рисками, есть ли у вас план коммуникации на случай, если привычные, ну, не будет мобильной связи, будем вещи называть своими именами, не будет интернета, есть ли какие-то такие планы? Может быть, кто-то напишет, думали ли они об этом? Ну, ты, может быть, продолжай, да, но если будут какие-то комментарии появляться, я их сразу, конечно же, зачитаю. Хорошо. Такой практический совет, на самом деле, при работе на массовых мероприятиях, безусловно, не работать по одному. Безусловно, лучше работать в команде, ну, как минимум в паре. Конечно, лучше вообще командой. Ну, почему? Прежде всего, действительно, вот, возвращаясь к следующему выделенному тут пункту, выдержка и здравый смысл. Так это называлось у автора, который разместил у вас материалы, очень толковые, кстати. Ну, я бы это еще немножко по-другому бы подошел к этому вопросу. Не всегда человек может следить за своим психоэмоциональным состоянием самостоятельно. Ну, довольно трудно самому признаться в себе, что ты, например, не в норме, что ты уже явно нуждаешься в какой-то поддержке, помощи и не можешь выполнять профессионально свою работу. Соответственно, конечно, для этого должен быть человек рядом, который так же чутко следит как за своими ощущениями, так и следит за своими коллегами. Это очень важно. И, конечно, образование в плане первой психологической помощи, психоциальной поддержки для журналистов, работающих во время чрезвычайных ситуаций, во время вот... А это, в принципе, одна из чрезвычайных таких, я бы сказал, ситуаций. Ну, это, мне кажется, было бы хорошей идеей, чтобы журналисты понимали те признаки, по которым они могут у коллеги увидеть, что он нуждается в этой помощи и поддержке. А может быть, и когда он нуждается к перенаправлению к специалисту, вплоть до этого. Ну, однозначно, это должна быть работа в команде. Это даже с практической точки зрения. Я даже не буду заходить только с точки зрения психологического благополучия. Даже если понадобится первая помощь или вообще какая-то практическая помощь, хорошо, когда рядом есть человек, на которого ты можешь положиться, человек из твоей команды. А если их несколько, ну, повторяюсь, это еще лучше. Очень важно, и нельзя этим пренебрегать, это дебрифинг с командой по окончанию. Я думаю, что дебрифинги практически во всех СМИ, журналисты, они проводят. Другое дело, если это отдельные блогеры, самостоятельно действующие. Я не очень в эту кухню, на самом деле, не очень ее хорошо знаю. Тут даже, может быть, попрошу, спрошу вот прямо напрямую, мне просто хочется услышать эту речь. У Натальи проводятся ли вообще после такого рода работы дебрифинги у журналистов? Как заведено? На самом деле, в каждой команде по-разному. Я, поскольку все-таки не представитель какого-либо медиа, я представляю пресс-клуб. Но, опять же, это, скорее всего, все зависит от самой команды. Кто-то это делает, кто-то не делает. Конечно же, в каждой команде это по-разному. А по поводу блогеров, ну, это уже на откуп самим людям, насколько они проанализировали ту ситуацию, сделали для себя какие-то выводы, что сработало, что не сработало, какую-то работу над ошибками. К сожалению, я пока не могу сказать, насколько, конечно же, и кто, и как, что делает. В любом случае, пространство и место для того, чтобы обсудить прошедшие события с кем-то должны быть, конечно, лучше, когда это обсуждается в профессиональном сообществе, то есть с коллегами, с теми людьми, в идеале, кто был там же, в идеале. Но если такой возможности нет, допустим, если это журналисты, блогеры, у которой, собственно, только он один и есть, если такие ситуации бывают, конечно, то все равно это нужно обсудить с кем-то. Пусть там, если не с родными, то с друзьями, но должен быть обязательно выход. Да, то, о чем говорил Анталия, то есть обсуждение, грубо говоря, извлечение уроков из операции, это одно. И понятно, что это у дебрифинг, у любой профессиональной команды, это присутствие. Извлечение уроков, что было там хорошо, что получилось, что, может быть, можно иначе сделать. Но тут я с другой стороны на это смотрю. Это еще и место, пространство, где коллеги, вот это профессиональное сообщество может выявить, что человек нуждается в профессиональной помощи или в поддержке. И для этого, опять же, я обещал, что мы будем минимально какие-то термины психологически употреблять. Очень простую памятку, прям я ее просто перенес слайдом из нашей первой психологической помощи Белорусского общества Красного Креста, где простым языком описываются те ситуации, в которых, если вы увидите, что у ваших коллег они присущи им, вот эти вот вещи, необходимо перенаправлять за специализированной помощью. Давайте сразу же, секундочку, перейду к этому слайду. Вот, когда направлять человека за профессиональной помощью? Это сильные эмоции, разговоры о самоубийстве, всегда причем устойчивые физические симптомы, ну, какие? Головная боль, расстройство, стол, стул, вот это аппетит и так далее, устойчивые. Зависимость от алкоголя и наркотических средств, ну, если она и так была, то это другой вопрос, ну, на самом деле, если мы видим, что какое-то в этом плане идет обострение, это тоже повод, естественно, обратиться за специализированной помощью. Поведение, которым человек подвергает опасности себя или других, серьезные нарушения сна, устойчивые депрессивные состояния или психические расстройства, непоследовательность поведения, если есть признаки правонарушения или преступной деятельности. Ну, банальные очень вещи, на самом деле, абсолютно, но при этом именно эти вещи свидетельствуют о том, что человек, когда у него есть хотя бы один из вот этих вот признаков, он уже нуждается в профессиональной помощи, будь что психиатр, психолог или, как последний, девятый пункт, обращение в органы внутренних дел. То есть, это различные три направления. Дебрифинг – это пространство, уже подытоживая, не только для извлечения уроков, подведения итогов, а это и пространство, в котором можно промониторить, увидеть психоэмоциональное состояние человека после операции. Вообще, очень хорошей практикой, если это какой-то серьезный, большой коллектив, очень хорошей практикой являлось бы, чтобы дебрифинг проходил сразу, по возможности, после работы на мероприятии, после операции, скажем так. И, если это какие-то очень резонансные события, очень, которые повлекли однозначно, человек был свидетелем различных чрезвычайных ситуаций, то есть, видел смерть, например, видел разрушение, то есть, стал свидетелем, наблюдателем трагических событий, то, конечно, очень правильно провести такого рода собрание с привлечением специалиста, еще психолога, психиатра через какой-то промежуток времени, допустим, через 2-3 недели, через месяц. Это тоже было бы, ну, хорошей такой практикой. Если мы говорим про психостальную поддержку. я еще тут выделил про такие пункты еда и питье и психическое здоровье. Ну, просто не забываем, что все-таки наши базовые потребности, режим отдых, работа, то есть, сон, базовые потребности, еда, питье, про это тоже никогда не нужно забывать. И доктор сыт и больному легче, все мы знаем, поэтому, конечно, нужно про такие вещи тоже не забывать. очень часто бывает во время вот таких событий, которые выходят за рамки нашего повседневного опыта жизненного, ну, может теряться контроль за удовлетворением этих базовых потребностей, а вот это вот делать уж точно не стоит. какая может быть самопомощь при страхе и тревоге, это уже находясь непосредственно в толпе на массовом мероприятии. Ну, конечно, идеально, если вы сможете определить причину этого страха, но далеко не всегда это возможно, это, во-первых, нужно иметь определенный опыт, какую-то культуру психологического воспитания, ну, далеко не всегда это возможно. Хорошим советом всегда являются дыхательные практики. Их на самом деле большое количество. Без труда вы можете найти много видеоуроков по дыхательным практикам, но дыхание, скажу, я сам испробовал эти практики не на себе, а оказывая помощь, и я убедился в их эффективности. Я очень рекомендую и не должно вызывать, поверьте мне, скепсиса, это работает. Саморегуляция, самовнушение. Есть определенные упражнения, если, ну, можно будет поговорить, если будет время, посмотрим, можно пару упражнений таких, как пример, привести. Движение, это, ну, не всегда уместно и не всегда осуществимо в толпе, ну, есть такая двигательная физическая активность, как возможность бороться с страхом и тревогой, ну, когда люди волнуются, что они там часто делают, вот так вот, или еще, ну, какую-то двигательную активность, если это помогает справиться с этим, почему бы нет. Ну, да вот, сам, честно, для себя открыл недавно такой совет сложной умственной операции, вот, на самом деле, удивился, не было возможности на практике это испробовать, ну, по крайней мере, вот, делюсь, что сам с этим недавно познакомился. техника якорения или цепочка ассоциаций, давайте, ну, это есть такая известная техника в НЛП, мы не будем подробно, ну, например, давайте цепочку ассоциаций, как это выглядит, вы более подробно сами найдете в интернете с этим, познакомитесь, но если в двух словах, выглядит следующим образом, есть, эту технику нужно проводить до начала каких-то кризисных событий, до начала участия в массовых мероприятиях, то есть, накануне вспомнить какой-то момент своей жизни, возможно, из детства, да, было очень хорошо вспомнить это место, с чем это было связано, и потом путем, вот, там несколько шагов есть, на самом деле, много времени не хочу заниматься, почитайте, очень рекомендую, но в момент критической ситуации вы вспоминаете ту ситуацию из детства, там, какая у нас была те эмоции, тот запах, то есть, и это помогает включиться в определенный момент, не поддаться этой панике, побороть страх и тревогу, тоже, на самом деле, техника якорения, ознакомьтесь, там, шесть шагов ее, ну, как хороший практический совет борьбы, есть, на самом деле, много приложений, ну, в существующем нашем смартфоне, или, там есть такое приложение, называется Стоп Паник, Стоп Паника, их много на английском, на русском, много версий различных, когда там приятный мужской или женский голос, в принципе, говорит, что вам делать, как дышать, что представлять, какую руку сжимать, и так далее, они разные, механизмы одинаковые, я, у меня есть большие сомнения, что в условиях кризисной ситуации, в условиях паники в толпе, или агрессивной толпы, когда там насилие в ней будет вшляться, они применимы, мне кажется, скорее даже нет, но, тем не менее, не мог вам не сказать, что, в принципе, такие возможности существуют, такие приложения различные есть. Давайте мы сейчас поговорим еще немножко про первую психологическую помощь, потом перейдем к первой помощи, вот так выставим дальнейшую работу. Итак, первая психологическая помощь, ну, мы в Красном Кресте применяем вот этих четыре элемента, на самом деле, можно подойти по-другому, но давайте вот по старинке. Итак, первый важный элемент, для чего я это рассказываю, о чем я говорил, во время массового мероприятия, конечно, очень желательно работать в команде, и если все сотрудники команды будут знать вот эти простейшие правила, а тут ничего сложного нету, абсолютно, то это будет тоже шагом для того, чтобы вы чувствовали себя более безопасным, потому что вы знаете, что вы и сами можете помочь своему коллеге, товарищу, с другой стороны, вы можете рассчитывать на помощь и поддержку с его стороны. Итак, вот этих четыре элемента первой психологической помощи. Первое, это будь рядом. Будь рядом, тут имеется в виду, пусть рядом физически, тут расстояние, есть тактильный контакт или нет, это все очень индивидуально, но на самом деле нахождение рядом, просто понимание того, что человек знает, что у него есть тот человек, которому он может в любой момент обратиться за помощью, даже если в данную секунду он не хочет за ней обращаться, это уже очень благотворно влияет на него. слушай внимательно. Это такой элемент, что действительно люди, когда находятся в состоянии стресса, их любая реакция является нормальной. Соответственно, их поведение отличается от поведения человека, который находится в привычных условиях. Давайте все-таки немножко поговорим про стрессы, про вот эти критические ситуации, про то, что любые реакции человека нормальной. Ну, что такое кризисная ситуация? Кризисная ситуация это когда человек, эта ситуация выходит за рамки его жизненного опыта, угрожает его жизни и здоровью и сопровождается чувством страха, ну, прежде всего, страха. И получается, соответственно, на массовых мероприятиях зачастую мы можем столкнуться с тем, что эта ситуация для нас может стать кризисной. Ну, в каких ситуациях? В ситуациях агрессивного поведения толпы, в ситуациях возникновения паники, в ситуации различных провокаций. То есть, это то, к чему, в принципе, невозможно накопить вот этот опыт повседневный, потому что все-таки это, слава Богу, не так часто случается с нами и у нас нет этого опыта переживания этих ситуаций. Безусловно, каждая из этих ситуаций угрожает жизни и здоровью нашему. Безусловно, в эти моменты мы боимся, чувствуем беспомощность, соответственно, мы находимся в состоянии стресса. И вот именно когда человек находится в состоянии стресса, очень важно, чтобы кто-то рядом ему оказал эту первую помощь психологическую и, в частности, кроме как был рядом, выслушал его. Выслушал это, при этом нужно понимать, что человек может говорить вещи, которые могут быть абсолютно казаться вам неприемлемыми, абсолютно какими-то дикими даже. Но, тем не менее, вы должны понимать, что это говорит сейчас не вот этот вот человек, которого вы знаете или нет, а это говорит человек, который находится в состоянии вот этого стресса, и это совершенно другой человек. То есть, никаких споров с этим человеком, никаких переубеждений, навязывания своей точки зрения. Безусловно, в этот острый привод быть не должно ни в коем случае. Конечно, нужно понимать, что все люди на критическую ситуацию, на кризисную, они реагируют по-разному, и поэтому как раз-таки третий принцип это быть готовым к различным реакциям и проявлять уважение. Что такое быть готовым к различным реакциям? Нужно понимать, что в стрессовой ситуации его реакции человека могут стремительно меняться от одной на другую совершенно противоположную реакцию. И к этому нужно быть готовым, в том числе в том смысле, что такой базовый принцип оказания первой психологической помощи, что если ты уже сам чувствуешь, что ты не готов ее оказывать, то ты ее не оказываешь, как бы это ни звучало. Если ты понимаешь, что ты не можешь оказать эту помощь, то, конечно, если есть возможность, желательно передать этого человека для оказания помощи другому, самому же, ну, отказаться от выполнения оказания этой помощи. это тоже нормально, надо понимать свои ограничения, силы свои, какие у тебя есть, и если их не хватает, к сожалению, значит, ты не сможешь оказать эту помощь. Ну, четвертый, наверное, один из самых таких важных принципов, это проявлять заботу и предоставить практическую помощь. Практическая помощь, я думаю, тут объяснять не надо. это может быть перевязка, это может быть вода, это может предоставление своего телефона для срочного звонка, да, любая практическая помощь. Единственное, конечно, есть свои фишки в оказании этой практической помощи. Безусловно, если человек сам может сделать себе, ну, то есть, открыть бутылку, не нужно ему откручивать эту пробку и вливать в рот. Вот, конечно, надо стараться, чтобы человек максимально сам старался помочь себе, чтобы он мобилизовал свои силы внутри. И только в случае, если действительно человек находится в таком состоянии, что он этого не может, то тут уже действительно иногда нужно явлечь эту воду. Но при этом стимулировать человека к тому, чтобы он сам, прежде всего, помогал себе. Это четыре базовых элемента, я не мог о них не сказать. Я... Да, да, да. Дима, а давай немножечко вот какие различные реакции, может быть, ну, хотя бы вот пример привести, опять же, как у мужчин, так и у женщин. Давайте на примерах. На самом деле мы, ну, на различных тренингах и во время реальных операций сталкивались с различными действительно реакциями. Ну, я скажу так, что реакции эти могут выходить за рамки нашего понимания. Так, представители МЧС рассказывали, может быть, это будет очень жесткий пример, но, извините, вот пришел прямо сейчас на ум. Когда мать, потеряв ребенка в результате автомобильной аварии, она смеялась, истерически смеялась. и, ну, что я могу сказать, это нормальная реакция, смех или ступор, агрессия или, даже не знаю, какие еще различные. Вообще реакции могут быть какие угодно, но мы договорились не использовать терминов психологических, поэтому будем очень аккуратно с этим. Но они все, можно грубо разделить их на два основных вида. Это или торможение, или возбуждение. То есть человек или крайне гиперактивен, активен, агрессивен, или человек, наоборот, абсолютно пассивен, аморфен. И то, о чем я говорил, эти реакции могут сменяться стремительно одна в другую. Тут самый важный навык при оказании вот этой первой психологической помощи является терпение. Быть рядом и слушать внимательно и быть готовым к реакциям, это прежде всего протерпение и готовность к долгим и долгим паузам, к неожиданным действиям. Это вот про это. Так, давайте, я думаю, что мы не сильно я собирался долго останавливаться на первой психологической помощи. Пойдем, наверное, дальше. Так, про это мы уже говорили. Про психостальную поддержку, я думаю, мы пока не будем говорить, а может быть и вообще. перейдем все-таки к первой помощи. И тут бы, я тут тоже советовал сегодня специалистам нашим по первой помощи, вот, и я бы разделил, что первая помощь во время массового мероприятия и первая помощь в толпе действующей, помните, была такая характеристика в самом начале, что толпа бывает действующей, одна из разновидностей это агрессивная, паникующая, ну, то есть в той толпе, где что-то уже происходит. Как раз-таки первая помощь зачастую и требуется именно в такого рода толпе. Так вот, это два разных подхода. Итак, если в действующей толпе, агрессивной, паникующей, первая помощь сводится прежде всего к чему? К тому, что мы думаем о собственной безопасности. это первый базовый принцип оказания первой помощи, это то, что одна жертва лучше двух жертв. Прежде всего мы должны позаботиться о собственной безопасности. Когда толпа действующая крушит что-то, бросает камни, поджигает машины, бьет витрины, когда при этом давка есть, например, при паникующей толпе, безусловно, оказать первую помощь просто физически невозможно. По причине, что для этого нет даже места, а во-вторых, это несет угрозу твоему жизни и здоровью. И тут единственное, что можно посоветовать, вся эта первая помощь будет сводиться к тому, что она будет оказываться только после того, как эта толпа рассредоточится. Потому что из давки человек физически крепкий даже, выбраться зачастую бывает невозможно, крайне сложно. Человек, который находится горизонтально во время давки, который получил какую-либо травму или лежит без сознания, безусловно, его как-то эвакуировать с этой давки просто физически невозможно. И, к сожалению, ему можно будет помочь только, когда вся эта ситуация, когда толпа, грубо говоря, разбежится, перейдет в другое место, не иначе. Другое дело, это работа во время массовых мероприятий, когда вот как раз таки не в действующей фазе находится эта же толпа, когда есть пространство для того, чтобы создать зону вокруг пострадавшего. Конечно, есть опыт у украинского, например, Красного Креста, и он активно с нами делился, о том, что во время различных митингов, как у них это выглядит. Это действительно, они создают вокруг пострадавшего зоны из людей, но важным аспектом является, что эти люди обозначены. Это, например, волонтеры Красного Креста, или это медицинские работники. Тут очень важна узнаваемость вот этих людей, то, что они обозначены. Ну, в любом случае, если такой возможности нет, то тогда нужно пробовать тоже создать вот этот живой щит вокруг человека, эту зону, и оказывать ему первую помощь. Ну, насколько это уже, конечно, второй вопрос, мне кажется, гораздо сложнее. Ну, конечно, нужно вызвать скорую медицинскую помощь, но нужно не забывать, что во время массовых мероприятий или беспорядков массовых, например, очень часто бывают проблемы с мобильной связью, с интернетом. Соответственно, не всегда доступна эта функция вызова скорой помощи, да и скорая помощь не доберется в середину толпы, и поэтому что тут используется? Это объявление через организаторов, если это вид массового мероприятия или толпы, где есть лидеры, где есть какой-то такой способ коммуникации. Это опрос окружающих, есть ли вокруг медики, для того, чтобы, или люди, которые умеют оказывать первую помощь, чтобы, ну, выявить всех людей, которые обладают этими навыками. К сожалению, у нас же люди далеко не все обладают этими навыками. Вот, естественно, человек, если возьмется оказывать эту первую помощь, он опять же начинает с того, что оценивает, угрожает ли что-то его жизни и здоровью, то есть личная безопасность, опять не забываем, прежде всего, ну и после чего позаботясь о том, чтобы все-таки как-то эта скорая помощь была вызвана, он приступает к оказанию вот этой вот первой помощи. Опять же, украинский Красный Крест наработал опыт в плане транспортировки пострадавших из толпы. Ну, они работают командами и, соответственно, выглядит это следующим образом. Впереди бежит человек, такой вот рассекатель, причем это очень громкий рассекатель, он громко кричит «Дорогу медикам!» или там, ну, что-то вот такое привлекающее внимание, делает это прямо истошным криком и рассекает толпу. Естественно, если толпа это позволяет сделать, ну, как мы знаем, не каждая толпа вот в этой вот действующей фазе это невозможно сделать. Вот, сзади уже идут люди, опять же, обозначенные, как и этот рассекатель, он обозначен какой-то узнаваемостью. Они идут и уже транспортируют, собственно говоря, пострадавшего или к месту скорой помощи, или к условному месту, где оказывается вот эта вот первая помощь. но на самом деле тут очень много вопросов существует и очень много и очень мало ответов. Потому что, ну, в агрессивной толпе вся эта первая помощь будет сводиться действительно к изданию помощи только уже постфактум, но не во время. Потому что во время прям базовый принцип первой помощи нарушается. Это я про собственную безопасность. с другой стороны люди, если видят, что это их родные или близкие, коллеги, друзья, у них, ну, этого принципа нет, их морально-этический выбор сразу же автоматически говорит о том, что надо оказывать эту помощь. И они пытаются ее оказать, но получается или нет, тоже не трудно вот это прокомментировать, потому что я получил четкий ответ, что в действующей толпе первой помощи не окажешь. К сожалению. Так, давайте сейчас может быть есть какие-то вопросы? Нет, вопросов не появилось, можно дальше туда идти. На самом деле идти дальше это уже больше подытоживать и актуализировать все. На самом деле о чем мы сегодня поговорили и на чем бы я хотел еще раз сделать акцент. Мы поговорили про толпу и в принципе все, что я хотел сказать про толпу это то, что оказавшись в толпе мы подвергаемся ну такому воздействию, как обезличивание, о чем я говорил, стремительному психическому заражению и легко внушаемости и чтобы защитить себя от этого познакомились более подробно вот с этим но мы должны понимать, что мы тоже от этого не застрахованы и конечно какой лучший способ избежать влияния толпы и соответственно рисков ну понятно не быть в толпе как это сделать для людей, которые там обязаны быть ну как минимум иметь план на случай А, Б и С я вам обещал что не буду дублировать информацию потому что ну это не совсем зона моей компетенции вот которая как раз таки вот в этом материале есть но действительно будет очень правильным иметь четкий план идеально даже прописанный план того как вы будете реагировать на случай такой такой и такой ситуации это то что может помочь минимизировать все риски это от таких технических вещей о чем ну вы все знаете о той одежде в чем вы должны быть одеты чтобы не было этих крупных сережек сумок зонтов ну каблуков я не буду правда дублировать эту информацию я думаю вы все это знаете если не знаете материалы отличные на сайте есть то можно познакомиться но главное иметь четкие планы я делал акцент на том что нужно иметь план коммуникации нужно иметь место экстренного сбора на случай если не будет ни одного канала действенного коммуникации действительно нужно иметь вот то что здесь называется тревожный чемоданчик какие-то базовые вещи на случай от лекарств личных до не знаю сменные люди белье берут на массовые мероприятия ну опять же что-то перекусить вода абсолютно да защитное снаряжение а тут это имелось ввиду насколько я помню кепки с козырьком на массовых мероприятиях это то что может помочь мы кстати вот хорошо что заговорили об этом совсем упустили такой момент это ну я упустил что действительно сейчас же ситуация мы не забываем еще в плане эпидемиологическом и тут очень важно иметь вот эти средства индальной защиты но когда вот я готовился к этому вебинару я подумал что ну это уже отражалось и в прессе наличие маски оно и так в толпе человек обезличивается наличие маски оно этому только способствует оно это усиливает это явление на самом деле то есть ну безусловно маску надо использовать прям как представитель Красного Креста скажу обязательно но надо понимать что это еще один из таких факторов который ну позволяет вот всем этим механизмам о которых я говорил развиваться еще более эффективно маска позволяет скрыть лицо так я еще хотел сказать по по толпе по толпе в общем лучше иметь план лучше не быть в толпе если приходится быть в толпе лучше быть в тех местах откуда вы понимаете что можно будет в любой момент как-то выбраться то есть это не в самом эпицентре все-таки находиться иногда действительно может быть лучше это событие отражать с какого-то места возвышенного например не находясь непосредственно в толпе а находясь рядом с толпой ну это очень такой практический совет если для безопасности мой бы практический совет был конечно не оказаться в толпе а быть рядом ну с точки зрения вот профессиональных ваших обязанностей я тут не знаю что этот совет допустим вот в плане диалога хочу у Наталья спросить насколько вот твое мнение насколько журналист должен быть ближе к эпицентру с одной стороны с другой стороны но однозначно риски его тут же повышаются насколько может быть ценно будет если он будет подавать информацию все-таки обеспечив свою безопасность не находясь в самом эпицентре ну на самом деле вот эту инструкцию которую ты уже не раз привел и готовил журналист у которого 25 лет опыта работы и который не просто какие-то протесты освещал он был и в Чечне и в Ираке и в Афганистане и в Москве и в Киеве в Белгороде в Косово и на самом деле как он говорит я понимаю что хочется сделать какой-то эксклюзивный супер кадр но опять же всегда нужно думать насколько это стоит вашей жизни и он привел кучу массу примеров когда действительно человеку это стоило жизни тот кадр либо он спасся просто не знаю что ли ангел его защитил или просто какое-то счастливое стечение обстоятельств не знаю тут скорее иногда это давление редакции что ты должен должен но тут конечно все равно итоговое решение за человеком насколько можно себя обезопасить потому что ну не всегда возможно самый интересный ракурс это когда-то в эпицентре для этого кстати тоже Крис Бут иногда не иногда а советовал возможно хотя бы если есть возможность заранее прийти на место и возможно посмотреть разные ракурсы где могли бы быть и возможно это как-то поможет если вдруг случится толпа и она будет дикой неуправляемая ну вот как-то так на самом деле это то о чем вот я говорил когда задавал эти вопросы вот когда готовил вебинар я думал что смогу получить ответ ну технически все по-другому несколько обстоит но тем не менее эти вопросы как раз таки актуализируют эту тему действительно каким последствиям вы готовы какую цену вы готовы заплатить за этот материал какой у вас есть опыт и подготовленность для нахождения в самом эпицентре какое ваше психологическое и физическое состояние это те вопросы насколько вы подготовитесь действительно заранее составили этот план подготовили определенные материалы узнали это место соответственно все это влияет на то чтобы вы сделали вот этот вот свой морально-этический выбор идти в этот эпицентр или не идти или находиться где-то рядом но с другой стороны как мне кажется в каких-то ну я не совсем хорошо знаю кухню журналистов но как мне кажется те серьезные знания которые заботятся о своем коллективе о своих людях а это люди прежде всего они безусловно должны обеспечить какой-то ну минимум хотя бы безопасности для них и чтобы люди сами не делали этот сложный морально-этический выбор было бы вообще правильно если существовали определенные четкие алгоритмы куда то есть запреты и разрешения куда можно идти а куда нельзя для журналиста данного издания если ему угрожает такая-то опасность стоит ли или не стоит чем меньше морально-этических выборов для человека тем это более благотворно влияет на здоровье его психики и профилактирует психоэмоциональное выгорание я понимаю что тут очень-то своя специфика есть и далеко не каждую ситуацию можно предусмотреть безусловно все равно все равно эти морально-этические выборы будут и человек будет их делать и будет нести потом ответственность за эти свои поступки но если где-то можно формализировать этот процесс то это это имеет смысл делать потому что это поможет сохранить жизнь и здоровье и по крайней мере точно будет способствовать безопасности это мое мнение на эту тему очень так вот по первой помощи получается у нас жиденько скажем прямо но если честно практическим навыком через вебинар учить бесполезно на самом деле да и чисто теоретически тут больше вопросов я же как и говорю чем ответов поэтому тут я могу такая общая рекомендация конечно не полениться и первую помощь записаться на курсы в тот же даже красный крест почитать об этом хотя ну чтение видео уроки это безусловно не так эффективно чем практические действия все-таки это то что нужно сделать практически руками взять этот бинт встать на это на колени и попробовать на маникене оказывать эту реанимацию то есть тут конечно нужен практический опыт но безусловно нельзя недооценивать важность первой помощи тут я ну просто этим этим блоком только могу актуализировать что действительно знание по первой помощи это то что может спасти не одному человеку жизнь и здоровье и вам в том числе поэтому ну моя бы была конечно общая рекомендация безусловно получить эти знания и навыки и при этом сделать это практически то есть не путем чтения брошюр а через практические курсы безусловно это будет эффективно что бы еще хотел бы подытожить в принципе на самом-то деле у меня все я сейчас уже просто думаю как вот потому что у меня самого много вопросов есть по работе журналистов вот в эпицентре по обеспечению безопасности и я понимаю что ну стопроцентной гарантии какой-то безопасности невозможно обеспечить это сто процентов можно только ну как-то минимизировать эти риски а тут подготовленность опыт навыки и знание механизмов как это устроено вот наверное только вот это может являться залогом успеха вот эти вот факторы ну и безусловно ими не стоит пренебрегать абсолютно Дим вопросов от аудитории не поступает но есть вопрос у меня в принципе я думаю что возможно да я чей-то вопрос озвучу если вдруг кто-то постеснялся либо ну не успел написать смотри сейчас мы отключимся что не журналист там не оператор нет просто человек который ну так получилось оказался в толпе вот буквально может быть по шагам вот что все-таки делать чтобы тебя хотя бы выйти живым и невредимым да чтобы тебя не задавили хотя бы ну какой-то такой алгоритм действий чтобы ну как минимум не мига не повторилось практически имеешь практически да то есть ну вот ты оказался в толпе толпа несется дак паника вот что делать тебе чтобы себя хоть как-то спасти тут опять же надо вернуться к различной классификации вот этой вот толпы если ты находишься в толпе на каком-то на концерте на футбольном матче ты ну как бы подразумеваешь что все организовано и ну не ждешь особых опасностей хотя напрасно я сейчас как раз про такую дикую толпу которая прогрессивную да ну там практически рекомендации следующие первое если ты видишь перед собой несущуюся вот эту агрессивную толпу постараться ну спрятаться насколько это возможно там ближайший двор магазин если это ну магазин кстати плохой вариант то что они обычно агрессивной толпой как раз таки справиваются погромы в общем сделать первый шаг сделать все чтобы не попасть в эту толпу убежать спрятаться в любом случае это желательно быть на периферии толпы если она уже тебя грубо говоря поглощает нужно быть на периферии но опять же практически какие советы конечно не прижиматься там к стеклянным витринам ну безусловно это понятно безусловно сразу подумать о том вы стали случайным свидетелем зевакой попали случайно в эту толпу естественно вы не предвидели это у женщин могут быть крупные бижутерии крупные серии конечно лучше сразу их снять если есть такая возможность насколько это реально сразу есть общая рекомендация расстегнуть обувь или даже если это каблуки сразу снять ну да возможно травмы ног но это все равно лучше чем гораздо хуже будут последствия если с этой бижутерии с этими каблуками с этим зонтом с сумкой на длинном ремне ты окажешься в середине этой толпы это сразу угроза риска жизни попав в толпу если она все-то не удалось прижаться где-то стене избежать ее попав в толпу очень важно находиться на ногах потому что ну упасть это с очень высокой долей вероятности это ну это угроза жизни и здоровью сразу же если ты все-таки упал нужно постараться встать и сделать это как бы прыжком не сильно не опираясь на руки есть такая рекомендация потому что когда много людей это толпа если ты будешь опираться на руки ну их просто отдавят сломают естественно поэтому попытаться как бы вынуждать выпрыгнуть насколько это возможно далеко не всегда это возможно поэтому если уже встать не удается то естественно поза эмбриона закрывается голова ну мы представляем как это выглядит если опять же слава богу ты не упал сохранила равновесие расставляем локти стараемся все-таки в толпе даже постепенно по диагонали выходить на периферию избегать вокруг себя крупных людей потому что более высоких антрометрических людей это тоже угроза для нас не в плане какого-то даже насилия и агрессия ну а в плане даже во время давки это опасность ну важно действительно за счет локтей поддерживать как какая основная причина травмы гибели в толпе например при давке это человек задыхается он не может осуществить дыхание грудная клетка его не не сжимает соответственно не распрямляет соответственно ему нужно какое-то пространство обеспечить вокруг себя просто для банального вдоха выдоха вот ну что еще да идти конечно против толпы невозможно ну и пытаться не стоит нужно идти вместе с толпой нужно постепенно по чуть-чуть шаг за шагом по диагонали стараться выйти на периферию этой толпы и соответственно ну покинуть ее звать на помощь кричать угрожать это все бесполезно вот в этой фазе агрессивной или фазе паники это абсолютно бессмысленно можешь только негативную реакцию вызвать поэтому ну это не нужно делать тут пытаться сохранить равновесие пытаться обеспечить вокруг себя хоть это небольшое пространство для вдоха выдоха следование по диагонали на и покинуть толпу ну вот только такие самые простые банальные советы спасибо дим и знаешь у меня еще вопрос к тому видео вернуться а как удалось взять контроль над толпой ты говоришь что буквально три минуты и взяли контроль а кто взял контроль как удалось ну первое там слава богу было разбито за счет этих железных ограждений на сектора вот там очень хорошо на видео если приглядеться я много раз присматривал видно как вот от одного человека действительно вот так вот от этого эпицентра ядра начинается вот эта вот паника люди разбегаются те люди которые стоят далеко они еще не бегут бегут ближние то есть ну первое действие это грамотно выстроенное разграничение на сектора вот этой толпы то есть это то что было еще на подготовительном этапе второе действительно пытались сдерживающие и сдерживали вот эти ну службы охраны там полиция я не знаю эти люди полиция как я понимаю они пытались сдержать этих людей что ну не нужно бежать дальше потом было объявление звука у вас к сожалению как я понял не было но сразу же было объявление о том что ну не нужно паниковать хотя на самом деле ну как я говорил в наших реалиях тут возможно можно было это сделать иначе у нас это делают несколько по-другому но тем не менее там это сработало это за очень короткий промежуток времени произошло ну и то за этих несчастных три минуты а вот активно они бежали там вообще секунды там 20 секунд каких-то ну при этом действительно я читал около 60 человек получили травмы различные переломы то есть ну достаточно серьезно для простого выкрика психически неуравновешенного человека вот но это очень ярко показывает кстати что в толпе действительно ну не нужно никаких резких движений выкриков ну выстрел что может быть хуже хлопок ну какое-то что-то резкое может быть триггером и сработать тут это было в момент минуты молчания если бы он так закричал в какой-то другой момент когда не было этой абсолютной тишины это может быть так бы и не сработало и наверняка бы так не сработало ну вот тут на контрасте это все так и вышло а ты говоришь у нас бы это сделали по-другому а как у нас бы это сделали ну стали бы во-первых постарались бы разграничить людей на потоке ну то о чем я говорил тут два пути или физической силой на потоке разделяют ну грубо говоря физической силой на группы или привлекая внимание в разных местах ну как как вариант в другом месте можно было бы там тоже что-то выкликнуть ну например я говорю то есть отвлечь внимание в разных точках в нескольких ну потом то о чем тоже говорил я действительно способствует тому чтобы люди не обезличивались вот это вот фото-видеосъемка это ну не только чтобы собрать материал на самом деле это давно известно и у спецслужбы и у органов внутренних дел это делается в том числе чтобы не было этого момента обезличивания и чтобы вот эти вот инстинкты человека не преобладали чтобы он все-таки понимал что он несет ответственность за каждый свой поступок если он пришел там на мирный протест он и должен этот протест и должен быть мирным и вот именно это позволяет тоже этого избежать ну и выкрикивание то о чем тоже говорили фамилии там и с предупреждением о том что он несет ответственность Иванов Иван Иванович мы вас идентифицировали вы будете нести ответственность по такой-то статье Петров Петр Сергеевич и вот это вот громкоговоритель ну так это делается в том числе ну я сразу скажу что я эту информацию знаю из там тренингов где-то что-то видел то есть я не могу назвать себя специалистом в этой области и если вы хотите такую вот получить специальную информацию то конечно это нужно обращаться куда органы внутренних дел они могут если согласятся подобный провести ликбез ну знаешь да сейчас у нас такая ситуация что органы внутренних дел вряд ли в этот ликбез вступят и вот кстати да конечно очень бы не хотелось но те люди от которых мы вроде бы как ждем защиты от них может быть самая большая опасность если у себя ты готов прокомментировать опять же вот вопрос мой такой какие варианты могут быть что опять же опасность пойдет от ОМОНа от спидназа да потому что ну ходят такие ощущения что может быть провокация со стороны как раз наоборот спецподразделений ну тут две вещи если это провокация то органы власти давайте не говорим не про провокацию действия органов власти безусловно не нужно оказывать сопротивление этим человек усложняет свою ситуацию в разы безусловно безусловно ну оказывать сопротивление в данной ситуации я точно не могу ну никак рекомендовать это ну ни в коей мере ни как гражданин ни как специалист организации гуманитарной потому что ну это для людей это безусловно лишние проблемы опасности и риски тут я могу сказать так как представляю организацию скажем прямо аполитичную тут ну против не попрешь против этого и нужно подчиниться этим считайте вы их законными незаконными требованиями нужно подчиниться для своего же между прочим блага а так мирной акции ну я скорее знаешь еще я имела ввиду что может быть какой-то нарочито ну где-то они погнали допустим могут погнать волну за счет своей силы мощи да они же будут стоять допустим могут стоять мы не раз это видели на фотографиях и в 2010 году на площади с щитами ну и какое-то давление оказывать из-за чего может пойти этот поток и толпа и понесется то есть то не забывайте что мы говорим про разные цели у них одна цель это чтобы это мероприятие там ну разошлось скажем так скопление людей у вас другая цель вы все-таки выражая свою там какую-то гражданскую позицию вы все-таки хотите сохранить себе жизнь и здоровье и я думаю ну это ваш выбор там есть примеры самопожертвования их много в истории пожалуйста но это ваш выбор если вы хотите сохранить жизнь и здоровье то то об этом я говорил что нужно делать тогда мы сегодня заканчиваем всем хорошего вечера ну и берегите себя и пусть все-таки все у нас будет хорошо как бы банально это не звучало но очень хочется всем